Телеканал «Спорт» представляет Очной матч сборной России на чемпионате мира по хоккею Соперник сборная США И в этом матче Вот решится судьба первого места В валификационной группе Ф или Е Данные протокола компьютера И официального медиагайда По этому чемпионату расходятся Как будто ни было Победа в основное время гарантирует Нашим парням первое место в группе Но об остальных вариантах Задумываться как-то даже не хочется Ваши комментаторы Заслуженный тренер России Сергей Гимаев Здравствуйте, уважаемые телезрители И Роман Сварцов Довольно редко встречаемся мы На чемпионатах мира со звездной полосатой командой Последняя такая встреча Была в 2004 году И тогда сборная США победила Со счетом 3-2 Так что за американцами должок С учетом того, что и всего в истории Между сборными России и США На чемпионатах мира Преимущество у гостей из-за океана 4 победы У нас 2 и 1 ничья Ну что, ждет интереснейший матч Действительно шансы команд примерно равны Но сегодня мы уже выступаем В абсолютно оптимальном составе И звенья, которые вот сегодня выставил Вячеслав Быков Абсолютно закономерные И все четыре звена Я думаю, что должны показать Хороший хоккей Впервые на этом чемпионате Наш сыграли в мире полных атакующих звена Добавился к команде Николай Жердев Который сегодня сыграет Вместе с Александром Фроловым И Сергеем Зиновьевым Но об этом мы расскажем По порядку Телеканал «Спорт» Начает свой рассказ о матче Чемпионата мира по хоккею Между сборными Советского Союза и США На площадке Игроков обороны той и другой команды У американцев 6 из 7 защитников Имеют на своем счету набранные очки Ну и наши парни здесь не отстают В предыдущем поединке против сборной Швеции И Стемплер открывает счет в этом матче Первый же бросок абсолютно неожиданный И защитник не помешал бросить И Брызгалов не был готов к приему Шевен Вновь пропускаем мы довольно быстрый гол В свои ворота 3 минуты 16 секунд сыграно всего лишь в первом периоде Ничего сложного здесь не придумывали Американцы сохранили контроль над шайбой И из-под Константина Корнеева Ли Стемпник Бросил между щитков Ильи Брызгалова 1-0 А сборная США выходит вперед Начинается веселье Для звездно-полосатых Стемпник 22-й, Шрайн Шеннон 26-й, Колин Вилсон 33-й, 17-й Ник Валиньо И единственный защитник 4-й пятерки Зак Богосян Но будет здесь Рон Вилсон Тасовать составу пар игроков своей обороны И не первых, скажем так, троек нападений Стоит на ее пути в ворота Третий показатель реализации большинства имеют и те, и другие На этом турнире 28 приблизительно процентов он составляет Но и очень неплохо Россияне атакуют Есть броски В напряжении Эш Но нет одного Нет заброшенной шайбы А теперь есть Родулова и супер сыграл Сапрыкин Шайба протакует Сложную, в общем-то, сделала Дорогу, где проложила Салик через 4 клюшки Просто феноменальный пас Родулова Ну что же Мы, как и матчи со Швецией Удалось нашим быстро отыграться Причем сделать это в большинстве У американцев не так пока Ладятся дела При игре 4 на 5 Из 15 Возможных 4 До этого матча соперники использовали Теперь, соответственно, стало 5 из 16 Великолепно сыграл Александр Родулов Ну и браво Сапрыкин Который занял отличную позицию на пятачке Еще подкидку сделал, видите Шайба прошла через трюшки И Американский защитник просто оказался не удел Просто здорово В авторах еще Виталий Атюшов За спины российского защитника Джейсон Блейк Но все-таки не проиграл наш игрок обороны силовой борьбы Сапрыкин там и быстрее и мощнее Блейка настолько Просто Шансов не оставил Калинин доставил шайбу в передовую зону Родулов За воротами находится Клюшка Ворота Клюшка И Атюшов получает возможность бросить Но упускает ее Еще и передачу неудобную партнеру Виталий отдал Вновь там заварушка перед воротами Роберта Эша Но я думаю, что сегодня не будет Быстрый матч Думаю, надолго затянется Как бы он ни сказывался Выяснений отношений будет очень много Очень нервно проходит И в принципе, как вот странно звучит Российская сборная уже обеспечила себе место в тетопинале А американцы еще нет Ну, горячих голов в той и другой команде предостаточно У американцев, кстати, очень молодая команда Средний возраст ее 24 с половиной года Соперничество весьма принципиальное И повторюсь, что редко видятся соперники на крупнейших мировых турнирах И поэтому вот в матче друг с другом Всегда стараются показать товар лицом по полной программе Включая и вот такие шпички и заварушки Вот в оборонительном хоккее шансов ни одной сборной нет На этом чемпионате против России Если они и хотят, как бы играть против нас нормально Должны давить и в принципе атаковать как минимум не меньше Шайба оборота Засчитывает ее арбитр Вернее, показывает, что она там побывала На действительно по странной траектории Сергей Мазякин под фантастический бросок Как обычно, вернее, для него И мы видим, что на этом чемпионате пока удача От Мазякина, например, ему взлетом Арбитр не собирается даже, похоже, просматривать Видеоповтор этого момента Сергей Мазякин Здорово начинает этот чемпионат Два матча, два гола У Сергея это прекрасно Да, в штангу, центральную штангу и вылетел Великолепный бросок Ну, никаких сомнений в том, что долго Здесь, похоже, еще от щитка Эши шайба отскочила И в конце концов окончила свой путь За линией ворот После чего быстренько покинуло Место происшествия Но жоркий глаз Юрия Петерерона Время Дерика Заласки Зафиксировал, что взятие ворот состоялось И даже видеопросмотра не потребовалось Сергей Мазякин Ну, пока без ассистентов Хотя, тем прекрасно видели, как развивалась Здорово эта атака российской команды Результат Подбор игроков в России Сильно атакующий Поэтому Слабых вот нападающих вообще нет Прямо скажем Не проходит передача Радулова на Сопрыкина Гол под копирку Забить нам не удалось Сопрыкин ловит шайбу И какой пах отдает он Александру Радулову 4-1 Третья шайба сборной России в большинстве Но что сейчас сотворил Сопрыкин? Просто ответил тому же Радулову За тот пас, который отдал Радулов Сопрыкину Великолепно Просто эти вот два парня Нашли друг друга в форме Рон Вилсон так выглядит Немного шокированным Подобно поворотам событий Приветствует Александра Радулова Который также третью шайбу На этом турнире на свой счет записывает Смотрим повтор этого момента Гениальный Пас Сопрыкина и Радулов Не промахся с острого угла 4-1 А где был Джек Джонсон? Джек Джонсон Ну вот он Видите Он приехал уже посмотреть Забивает США Один из защитников Который явно претендует на место В Олимпийской команде США Попадает В секунду На третьем периоде Да и создается действительно Александр Такое впечатление Что не то что Американцы не хотят Но просто у них нет сил На то чтобы Этот матч Как-то Перевернуть в другую сторону Вероятность второй встречи Со сборной США Прямо скажем Очень невелика На этом турнире Хотя присутствует Но тем не менее Встречаются между собой Российские и Американские Фоксисты на чемпионатах мира Не часто Последний раз До этого Четыре года тому назад Ну и вообще Скажем так И для американцев И для россиян Для хоккейных Кругов В общем в принципе Ничего удивительного В этом результате нет Во-первых А во-вторых Какой-то дополнительной Подоплеки и интриги Кроме того факта Что теперь сборная России Займет первое место в группе Американцы его не займут Я думаю и нет Ну собственно и нет Бросовка из средней зоны Прямо перед сиреной Которая возвещает о том Что Уверенно Очень спокойно Сборная России Довела Делать до победной концовки Оформив свое преимущество Еще в первом периоде Ведя Со счетом 3-1 Кстати не будем забывать Что проигрывали 0-1 Быстро отыгрались Ну и после этого Дальше уже за 40 минут Второго и третьего периода Одна заброшенная шайба Но мне кажется Куда важнее Вспоминая проблемы Которые были даже с французами Куда важнее От гораздо более сильного соперника Не пропустить более ни одной шайбе Да Причем Не просто не пропустили А очень уверенно Сыграли в обороне И не так много шансов У американцев было забить Давайте вспомним Как развивались события Ли Стемпник После передачи Фолинию и Лайлса 1-0 Уже на четвертой минуте В большинстве Олег Сопрыкин После передачи Радулова и Атюшова 1-1 Затем снова в большинстве Александр Пережогин Ассистенты Курьянов И Мазякин 2-1 Третья шайба На счету Сергея Мазякина Ассистенты Курьянов И Пережогин Четвертая Снова в большинстве Это Александр Радулов Ассистенты Сопрыкин И Горовиков Ну и на этом Для сегодняшнего матча Все Комментировали его для вас Объединенными усилиями Роман Скворцов Сергей Гимаев Алексей Пешнин Олег Бекбраташ И Александр Ткачев Дождемся нашего гимна И будем прощать Ну за гимна еще есть Весьма важная церемония Хотя на самом деле По ходу чемпионата мира Для сборных У которых есть ярко выраженные лидеры Она иногда бывает Несколько формальной Я вспоминаю В прошлом году С Эдгаром Масальскисом Общались По ходу очередного матча В котором он чудеса творил Парировал 50 бросков И я ему говорю Как же так А лучший шагеров матча Не Масальскис Он говорит Нормально Часы у меня уже есть Я был лучшим игроком Прошлого матча А у ребят из команды Не у всех есть такие Вот давайте Мы так решили С вами согласен Александр Здесь стараются Распределить на всех Призы Ну вот у Рота Эши Звание лучшего игрока Этого матча В каком-то роде Может быть и заслужено С точки зрения того Что ни раз и ни два Вручал он сборную США Но с другой стороны Может у него нет еще часов Может быть теперь будут Точно не будет Опаздывать на тренировку Хотя вроде как и не окажутся Ну и давайте Дождемся Кто же станет Легшим игроком В составе сборной России Или календарь Набравший в этой встрече Очередные очки Один из лучших защитников Не только наших Но и европейских Я думаю вообще Мои дамы и дамы Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что же, сборная Сии одерживает уверенную победу над сборной США. 4-1. Будем на этом прощаться. Спасибо вам за внимание и болейте на здоровье.